Медуза или Канг, которые не смогли себя реализовать, как-то так. За TNC мы также сегодня наблюдали, помним мы инвокер от команд TNC, но впоследствии смогли ли своего оппонента обыграть, и вот мы их видим. У TNC было небольшое преимущество, понятное дело, что мы ждали, пока команда начнет игру, порядка 40 минут, но тем не менее TNC сидели часа 2, наверное, или 3, просто в ожидании своего оппонента. У Boom.id было времени несколько поменьше, я думаю, что ребята успели поужинать, учитывая, что в Азии уже вечер, где-то 8 часов по местному времени, поэтому, ребят, было времени несколько поменьше. Ну, поглядим, как все будет происходить. Первая карта матча Boom.id TNC Pro Team. Сразу же появляется у нас Нага, как только ее не забанили, Boom.id ее пикают. Дважды они играли против Наги Насик, дважды играл на ней Диджей, и оба раза Boom.id эту Нагу обыграли. В этот раз решили попробовать сами. Тут у нас уже вырисовывается Фантом Лансера. Знаешь, я вспоминаю сейчас эту игру. Нага против Лансера. Когда там нет дизейблов против Пээла, и он от всего уворачивается. Там пытались Ару в сон кидать, пытались как-то в сетку этого Пээла ловить. Ничего не получалось. С метеоритами пытались его закидывать. Поэтому в ОМАЗИ нужно как-то сделать так, чтобы не получилось, как на той самой карте против команды Фнатика. Это была вторая игра, когда как раз Лансер был за Бумов, и он там вообще вытворял все, что хотел. Тинси же забирают Дрэгон Найта против Квиннов Пэйн. Моментально забирают Дрэгон Найта. И сейчас нужно уже подумать о Хардлейнере и о Кэре. Пикается Тимбер, и Квиннов Пэйн смещается на позицию 3 в таком случае. Ну, на самом деле, не факт. Возможно, захотя знаешь, как Тимбер поставить в легкую, в соло постоять. И на Горубик, может, как-то будут бегать по карте и возьмут какого-то просто агрессивного Кэрри. Там, не знаю, ЦК нет. Не знаю, СВ она возьмет от себя просто. Будут просто бить этого Лансера. Ты имеешь в виду, Тимбер пойдет на легкую 1 на 1 стоять и придут 3-4? Да, 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 да. Ну, такой, конечно, тоже может быть. Только нужно брать хорошего героя. Там, Свен, может, не отстоит. Вот какой-то гирокоптер уже, да, другой разговор. Гирокоптером получится. Поэтому надо Тинси как следует подумать и забанить персонажа, потому что это действительно возможный вариант развития событий. Но вполне вероятно, что с другой стороны, что Тинси не побоятся этой триплы. Уберут какого-нибудь другого героя, например, Свена, и станут просто втроем. На легкой линии будут достойно принимать удар. Ну, это было бы реально оптимально. Надо все-таки как-то с иллюзиями бороться, либо взять героя, который потенциально может купить себе Battle Fury. Monkey King, кстати, один из таких персонажей, который мог бы прикупить. Эти все решили этого героя забанить. Тем более, учитывая, что Бомайди только-только этим героем исполняли. Может быть, какого-то героя под Нагу придумают. Пока особо тут каких-то комбинаций нет. Хотя уже нередко бывает, что под Нагу никакого героя не берут. Просто Нага — это герой и на подсейфа, и на инициирование. Ну, поглядя, мне вот как-то пока план с Тимбером на легкую прям очень нравится. Посмотрим, как будет по итогу. Пока бан. Last pick у команды TNC. Поэтому, если что, против Тимбера можно какого-то героя всегда придумать. Банится Tide Hunter и появляется. Ну, вот, в общем, о чем я и говорил. Вот он, Свен. Вот она, потенциальная трипла, которая может пойти в сложную. Может быть, конечно, ребята пойдут и в легкую, но мне как-то нравится в сложную. Я думаю, сейчас зависит от вот этого Last pick. Если это Sinking Rome, с Disruptor будут они бегать, то сейчас все зависит от пика TNC. Кого они возьмут? Если это будет какой-то герой, который реально Тимберу унижает, то, наверное, конечно, ничего по линии выдумывать не будут. Но таких осталось немного героев, которые Тимбера унижают. Ну, как и два героя. Самый очевидный вариант — это Дивауров, которого убрали уже бумаги. Тинкер неплохо с ним стоит. Вообще, в принципе, справляется с Тимбером, как мне кажется. Хотя, знаешь, иногда и наоборот получается. Когда Тимбер нафармит много вещей, он просто спиливает все деревья и не дает Тинкеру возможности прятаться в лесах. Батрайдер. Вот герой, который хорошо справляется с Тимбером. Да, слушай. Да, при том не только с Тимбером, но и со Свеном. На самом деле, хороший вариант. Но я все еще ставлю, что это может быть лайнап 3 против 3. 1 против 1. Сейчас посмотрим, пока непонятно. Да, такое может быть. Все-таки вопак тоже будет. Кто на ней будет играть. Но смотри, все-таки Тимбермит. Так, вопа на словах. Это правильно. Против Драгон Найта объективно надо ставить Тимбера. То есть тут Тимбера надо ставить либо на мид, либо на легкую линию и трипло идти в бот. Получается, да? Ну, выбрали, в общем-то, более правильный вариант. Бумайте, конечно же. Может быть, в таком случае Тинси посвапают свои линии. Они ведь Драгон Найта могут и сложно отправить, как мы знаем. Мы же знаем это, да? По Драгон Найт сложно стоит. Конечно, конечно. Ну вот. Ну что ж, ждем, пока будут команды готовы. Сейчас, благо, уже во время стадии выбора героев можно и пулить. Очень удобно. Хотя, как-то я вот играю, никто даже об этой особенности почему-то не знает. Какой именно? Ну, что можно во время еще, когда закупаешь шмотки, запулить все, что нужно. Там гусики, там. Не привыкли. Не привыкли. Да, да, да. Я на самом деле тоже только привыкаю сейчас. Особо про это никто. Ну, рассказали, но есть там изменения, типа восклицательный знак, да, висит на героя. Ты как-то наведешь. Там изменения написаны. А про то, что можно кого-то популить, там надо нажать, что-то нигде не написано. Поэтому многие не в курсе, что происходит. Это правда. Поработать над этим. Ну, в целом, это не сильно упрощает. Вот, ну, всякие геймплеи на ранней стадии игры. Потому что сейчас ты телепорт сделать не можешь. Вот это раньше было важно, да. Как бы быстро запулиться, максимально быстро. И лететь там на телепортах. Сейчас, в общем-то, это не шибко важно. Потому что, ну, конечно, если твой саппорт вообще ничего не купил, еще, знаешь, он там пикнул героя и ушел куда-то по своим делам. А потом только пришел, когда уже 45 секунд до выхода крипов. Тогда, конечно, это решает. Но если саппорт сразу же тебе на начальной стадии дает им вард, танго, если ты хардлейнер, например, да, то ты как бы не сильно теряешь там полсекунды, секунда. Это не страшно совершенно. Единственное, что коги обузить проще. То есть, если ты, например, саппорт, тебе не надо отвлекаться. Ты сразу раздал там всем танго, всем варда раздал. И все, ты готов бить коги с шедоффиндом. Остальные твои тиммейты делают, что хотят. Так, ну что, пока я смотрю, находится лансер на топе. Батрайдер пока внизу. Ну, тимбер, кстати, лансер-то тоже, наверное, на лайне выиграет. У меня бинды не работают. А вот, все сработали. Я почему-то не могу героев прокликивать, я не знаю почему, когда именно на них навожу. Может, у меня что-то... А, все, 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 у меня тоже. Что-то до этого не мог нажимать. Я прям... Окей. Ну что ж, пока лансер процветку в пейн и все. То есть, пока линия 1-1. Ну, в принципе, лансер-то линия нормальная. А вот внизу будет весело. Там Сэнкинг Батрайдер, там Сэн Рубик. Вот тут прям будет веселух. В общем, как и на центре, здесь тоже пока находится. Нага, она перетягивается вниз плавно с ботинком. Дизераптор перетягивается на топ. Видим, помог подстопить крипов и все. Больше его помощь не требуется. Начинает активно напалмить Батрайдер. Три стака уже висит. На самом деле, там еще пару стаков залетит. Можно пытаться копать и убивать. И, по-моему, Сэн уже может сейчас приехать. Будут ли нападать? Пять стаков повесили. Но Сэн уже просто отойти пока назад. Сейчас шестой залетит. Вот шестой пошел. Надо с вами отойти. А то там сейчас как-то ударят пару раз, подкопают и могут и убить. Тимбир на центре. Запулили тангусики против ДК. Ну, главное Тимбиру набрать пассивочку. В 2-3 и Леня станет приятна. Внизу атака на Батрайдера. Попытка сделать телепорт. Хороший подкоп. И Батрайдер грамотно улетает на Тазин. Рисковал серьезно. Если бы он вдруг сейчас не успел улететь, то потерял бы очень много опыта. Шел бы пешочком. Сэн Кинг бы, конечно, как-то все пофармил. Но лучше, чтобы это делал именно Батрайдер. На топе Queen of Pain пока одна. Против ансора и Дизраптора. Убить ее трудно. Блинк прокачан. Поэтому пока нет Глимса уровня 2. Убить ее не представляется возможным. Зато убивает внизу Батрайдера. Да, все-таки он вернулся. Регена у него было мало. Не было у него фласки. Были лишь тангусы и смогли прикончить Самаша. Нет у него телепорта. Сейчас придется двигаться пешком. Да, не очень приятная, конечно, ситуация возникает, когда тебе надо пешком на линию возвращаться. Но что поделать. Такое частенько случается с хардлейнерами. Главное сделать так, чтобы Свен, конечно, не стоял на фулл фрифарме. Там ФБ сделали, но ФБ досталось у нас саппорту. То есть не Свену, который мог бы быстро, например, купить маску или там ПТ и уйти в лес, допустим, фармить. Но тут, в общем-то, Свену еще достанется на этом лине, я уверен, практически на 100%. Как там дела у Queen of Pain в топе? Queen of Pain в топе тоже, в общем-то, особо разгуляться не дают. У нее всего лишь три крипа добита. Ланцер максимально динает, но часть регионов он уже тоже успел потерять. Сетка на Дизраптора. Пара ударов. Шэдоу страйк. Замедление есть. Ну и можно убивать. Ой-ой, Дизраптор так спрятался неудачно на самом деле. Его убивают. Притом, скорее всего, Нага здесь не погибнет. Нет маны. Есть стики, стики есть. Пошло копье, но копье только первое. И вот так Queen of Pain уходит. Уходит на базу и Нага. 2-0. Стан. По Батрайдеру. Батрайдер целикен. Есть Firefly, есть Fairyfire. Firefly должен жить. Хотя, слушай, урона много. Fairyfire вынужден использоваться. Фитбол залетает сверху. Остается лишь 120 хп. Было достаточно опасно. На центре драгона 19 крипов. Тимбера 14. Но вот Тимбера за то уже пассивочка 2 прокачана. Можно уже так в крипах стоять. Особо не париться. По поводу своего регена. Ну, мы знаем, что рано или поздно драгонайту будет очень сложно в центре. Прям нереально стоять. Поэтому Тинси нужно что-то будет с этим придумывать. Либо как-то саппортов туда кидать на помощь. Хотя чем они помогут. Когда у Тимбера будет, например, 6-7 уровень. И у него реакция фармер будет на стакан очень сильно. И вы его просто не пробьете. Он будет стоять под вышкой, под крипами. Вы его нюками будете закидывать. И ему будет наплевать абсолютно. А это все. Да и тем более, как сместиться с топа. С топа сместиться очень сложно. Там Нага и Квин оф Пейн прессуют лансера постоянно. Он, конечно, топовую позицию по крипстату занимает в данный момент. Но это может прекратиться очень быстро. Если его оставить одного. Квин оф Пейн, возможно, попытается сейчас убить. Есть Глимс, есть Кенетик Филд. Но тут, опять же, Нага всегда на подсове стоит. И в любой момент может произойти контратаку. Райвену нужно оставлять ману и на Деплгангер, и на Копьё. Но сейчас, например, нужно стика использовать. И крайне аккуратно бейт. Нага, цель для фокуса не самая лучшая. Тем не менее, Нагу убивают. Но не факт, что Райвен уйдет. Что-то устрейк висит, но Райвен очень круто разводит. А че уметь? Как же он сейчас развел? До конца Квин оф Пейн не понимал, что это иллюзия. До конца продолжала вот этот фокус. Так и уходят Квин оф Пейн на шрайн. Сразу же его используют. Но круто, убили Нагу. И Лансер выжил. Если бы знала бы Квапа, где настоящий Лансер, все было бы немножко по-другому. Скорее всего, там бы Лансер погиб. Драгонайт нажимает свою форму. Просто продолжает фармить линию. У Тимбера пассивочка уже в 3. Но Драгонайт в целом оставил свою линию достойно. Ребята поставили на равных. Тимбер еле-еле живой, на самом деле. На топе погибает Дизраптор. Еще одна атака от Наги. Квин оф Пейн заканчивается успехом. Да, Дизраптора убить намного проще, нежели чем Лансера. И многочисленные стаки. Тут Батрайдер находит, который, видимо, делали для Свена. И тут пока еще битва продолжается. Свен, третий клейв. Выходит Санкинг. Два стака на Палма. Нужно бы дождаться Файрфлайн. Нужно бы нашать Шрайн. И сюда, конечно, вернуться. Хотя крипов уже не так много осталось. Сюда приходит Тимбер. Ну, хотя как немного. Четыре больших крипа. И Тимбер сейчас все это пытается зафармить. У Тимбера есть Чакрам. Рейлендес два. Телекинез. Санкинг. Проблемы. Уходит Саншторм. Но Чакрам работает. Свен. Варкрай. Есть еще один Рейлендес. Тан от Свена. Можно убить Батрайдера. Батрайдер еле живой. Клэпе Турса. Это выгода. Для команды Бумайди. Свен живет пока что. И последний удар все-таки доходит от Ку-ку. Убивает Свена. Кольцо под себя от Ку-ку. Но Тимбер должен Чакрамить как-то. Чакрам дает. Попадает краешком. Тимберчейна, разумеется, на Центре. А тут Телекинез есть. Но не хватает урона. Одного удара не хватило по факту. Обидно. Сразу приходит Нага. На Центр по Экспице пока Тимбер был занят. Но в итоге все это было зафармлено. Свен тем не менее погиб. Что-то не очень приятно. У Свена не самый хороший крипт стат. 25 на 7. У Ланцера 45 на 16. На логичной, не самой простой линии. Где его там дабла прессингуют постоянно. Снова прессинг в сторону. Свена погибнет. Это будет проблема. Он только телепорт использовал. Но очевидно в кулдауне еще будет долго. Секунд 30. Драгонайт погибает параллельно на Центре. От триплы команды Бумайди. Ну и здесь убивают Свена. В целом очень хорошо. Свена прямо сейчас сдавит. Свена ПТ. Восьмая минута. Больше ничего нет. Ну а Ланцера стоит на линии. Чуть ли не один на один. Кринол Пейн уходит на базу. Притом, кстати говоря, странно, что Кринол Пейн уходит. Не так было мало ХП. Там какую-то танго или фласку привезти. И можно было бы на линию возвращаться спокойно. Ну ладно. Быстро за 20 секунд ушел на базу. ТП назад. И снова КПП. В игре крипов, как мы видим, не потеряла. Все крипы под тавером. Все они фармятся. Ну, часть из них, конечно, Кринол Пейн не добивает. Но Экспу получается за всех, что очень важно. Удивительно, но Драгонайт обгоняет по уровню Тимбера. Я, честно говоря, даже не знаю, как так вышло. Потому что Тимбер отлучался, видимо, да? Да, но он же в лицо ходил, мы помним. ДК очень сильно его опережает. На целый уровень. Кто-то Тимбер не доигрывает явно в этой игре. Как-то у него не идет прям совсем. По криповам у него 43 на 8. То есть он не сильно тут потерпел. Но сейчас будет попытка, видимо, убить Драгон Найта. Подцепили его здесь. Но Драгонайт отцепил. Тяжело его убить. Он еще и стики имеет. Стики нажимает. Подкоп по двоим. Драгонайт живет. Да. И его этот шедоустрайк не добьет. Зато добивают Тимса. А Драгонайт, конечно, такая себе цель. На уровне Тимбер, в общем-то. Зафокусить рут, но даже с помощью магического чистого урона от Queen of Pain. Так, главное попасть с Брэсфайером сразу. Чтобы дэмэдж редакшн, дебаф, накинуть на врага. Тогда тебя действительно убить сложно. Если есть стики, если есть рейндроп, то так просто ДК не забрать. Пытается Цимбер забрать центр. Наверное, никто пока ему не мешает это делать. Смещается Симкинг. У Дизраптора нет ультимейта. Был бы ультимейт, я думаю, можно было попытаться здесь и делать убийство. А так ты особо ничего Тимберу не делаешь. Тем более у Тимбера, значит, и стоит у Рубик рядом. Смещается она центр Драгонайт. Может быть, что-то и получится. Давайте смотреть. Канетик Филд. Тимбера закрывают. Чек рам дает. Пытается убежать. Тимберчейна нет. И это, наверное, главная проблема. Без Тимберчейна уйти невозможно. Очень долго бы пинают. Но еще один подкоп. И Тимберчейн, наверное, все-таки надо было уже взять. Конечно, на восьмом уровне он его возьмет. И на девятом, наверное, даже возьмет. Один бы Тимберчейн, он бы немножко бы выиграл время. Заставил там Дизраптора тот же Глимс нажать. Шаш-4. Ланцер по-прежнему стоит на фрифарме. У Ланцера уже есть часть БФа. Внизу Queen of Pain. Queen of Pain погибает. И Сван наказать не сможет. Батрайдер летает в лоу-граунд. Забирает руну Баунти одну. Руну Лушевства потенциально вторую. Руну Баунти еще одну можно забрать. В общем, очень много золота как минимум фармит. Даже на такой минуте золота уже достается приличное количество, на самом деле. Две Баунти Руны это серьезная прибавка. Драгонайт появляется в стэше. Барабаны. Нас и кинг транквильчики. Использован Смоук. Ланцер приходит на ганг. Ничего себе. Вроде такой ланцер с таким вот скилл билдом. Да, итем билдом. Исключительно должен фармить. Но сейчас будет попытка внизу сделать убийство на Своене снова. Своена не хотят давать жить. Да, Своен понимает, что дело пахнет жареным. Нага неинтересный. Фраг абсолютно. Глимсует Своена назад. Кинетик филд. Дизрафтор пока взлет с тюмейта. Подков по Своену. Пару ударов. Ну и... Очень круто. Очень круто. Они реально не дают Своену делать ничего. У Своена... Критически низкий фарм. 3300. Конечно, он тот герой, который может вернуться. Но пока его очень круто гнобят. Тут скорее даже не сколько ганг от Рейвена был. Сколько он просто переместился с топа, где ему сложно стоять против Тимбера. То есть он совместил приятное с полезным. И Тимбера задолжил. И своего главного соперника по игре смог загангать вместе со своими тиммейтами. И сейчас еще и вышка из вас едет. Оп. Отличная работа. На плюс вышка в копилку. Идеально. Идеально получилось. А уже вот персверанс есть на топе. Выход. Попытку убить Батрайдера. Но я думаю, получится. Получится. Стики есть. Но тут сетка. Чакрам. Шикарная комбинация. Очень простая. И очень действенная. На центре Драгонайт. Успевает дать стану по Queen of Pain. Статик Шторм. Последний момент. И да, Статик Шторм висит по всему полю действия. Кенетик Филда. Там КВПа думал, что в краешек можно отойти и блинка вот нажать. Но не тут-то было. Тимбер покупает ху. Драгонайт сейчас должен забрать еще одну башню. Внизу, напоминаю, Ланцер забрал башню буквально минуты ранее. СВН вынужден использовать ультимейт. Чтобы хоть как-то с ним фармить. А Драгонайт, да. Забирает башню. Получает дополнительные деньги себе в карман. Ну и денежки. На всю команду. Заходит. Чем важно, когда у тебя в команде есть Сент-Кинг, забирать башню. Потому что там реально... А, слушай, Сент-Кинг решил отказаться от покупки быстрого Блинк Дайгера. И учитывая, что против тебя играет Тимбер. В этом есть логика. Купить как можно быстрее именно Спирит Весел. Для того, чтобы не давать вот эту вот дикую регенерацию. На Тимберу. Потому что в принципе, как инициатор, пока хватает вполне Дизраптора. Ну и потенциально хватит Батрайтера. Какой-то еще Блинк Дайгер, прям он строго необходим. Не, необходим. Атака на Батрайтер. Снова через комбинацию сетка. Подкоп по двоим. Соник Уэйв. Батрайтера убили. Ну и Сент-Кинг пытается убежать. Есть у него Сен-Шторм. Телепорт от Лансера. Возможно, мы увидим какой-то глимс. Пока попытка убить Квин-Оф-Пей. Моментальный слип. Надо телепорт нажимать или просто убегать. Нага... Слушайте, впритык. Ну да, нормально все. Все ушли. Все живы. Иначе тут могло быть все очень плохо для Бом-Айди. Я думаю, минус 2 могли бы Тинеси точно сделать. 8-7. Сен по-прежнему отставит от Лансера на приличные деньги. В данный момент 2000 золота. Но зато наконец-таки появился БФ. Фарм ускорится. Нужны стаки. Побольше стаков. Пока стаков я не вижу. Их... Ну, они есть, но их очень мало для Сена. Надо бы побольше, побольше делать. Видят на Агу. Кинетик филд мимо. Глимс не получится дать. Не видно ничего на карте ночь. Дальше ДК будут фармить Shadow Blade. Впоследствии, ясное дело, его можно преобразовать будет в Silver Rage. На самом деле, контра на Тимберы готовится серьезно. И Spirit Vessel, и Silver Rage в комбинации... Эта Тимбера сделают просто мальчиком для БТА. Очень будут просто Тимберу убивать. Без каких-то артов еще на ХП. На броню Тимбера будут проблемы наблюдаться. Потому что реально есть тут чем его контрить. Берет себе Сван, кстати говоря, талант на Ман Ореген вместо 8 Ксили. Ну, выбор... Потому что может быть только одни арканы. Хотя одних аркан вполне хватает в команду. Если бы не было вообще аркан, наверное, можно было сказать, окей. 8 сил и Ксили все-таки это много. Сил по-это... Ман Ореген, он просто позволяет ему, не отвлекаясь от фарма, как бы сразу же вступать в драки. То есть у него мана практически не должна заканчиваться, как я понимаю. То есть ты там жмешь только Мом и Варкрай. Ну, периодически еще ультимейт нажимаешь. При переключении ПТ со стиками этого вполне должно хватать. Но вообще-то 8 силы это немало. Ну, сила для Сван, штука важная. Ну, да. Интересно. Не так часто мы видим именно выбор такого таланта. Поглядим еще на Тимбера. Нередко берут талант на 100 к урону. И может быть в этой игре что-то похожее мы увидим. Пока непонятно. Потому что уже я не впервые вижу. Уже перестал удивляться. Хотя обычно такие таланты берутся, когда урона по строению вообще нет. И Тимбер хоть как-то пытается урон восполнить. Ну, поглядим, что будет здесь. Батрайдер появляется, Блинкдайгер. Тимс рядом. Батрайдер уже полетел. Тимбер пытается уйти. Но, мне кажется, не уйдет никуда. Да. Лассо. Через Блинк. Нага что по Слипу. Нага. Слипа нет. 2 секунды. Успеет дать. Но там слишком много урона по Тимберу. Тем не менее, идет Слип поздно. Поздно, поздно, поздно. Вот реально вот когда решают несколько секунд. Сейчас этот Тимбер почистул на себя. 3 секунды решили его жизнь. Хорошо, что у него не было Бладстоуна. Потому что до него там не так много денег-то оставалось. Арканы разбираются и там, считайте, копейки. Брейв. Попытка быстро убить Свена. Свена здесь унижают. Унижают, уничтожают, не дают жить вообще. Тут, конечно, Блокенбар. Обязательно. Обязательно Блокенбар в какой-то момент должен появиться. Станы, замедления, всякие кинетик филды. Да даже Батрайдер. Мы не говорим про Лосо, мы говорим про Напалмы. Бочки, Файрфлай. Здесь Блокенбар нужен. Может быть, даже после Блинкдайгера. Но он решил уже Яшу покупать. То есть это и Сэнш, это и Блинк. Не знаю, не знаю, не знаю. Драки будут очень круто проводить. Если они будут как-то Бумайди круто иницировать Сэнкинг. Уходит невидимость. Врывается Батрайдер, закидывают бочку. Ну и... Отойдут. Отойдут ТНС. Напоминаю, у Лансера имеется беф. Уже готова Яша и по фарму Лансер будут ускоряться. Очень серьезно. Пока напоминают этот Лансер игру против фанатиков. В общем, так, где Лансер тоже был с бефом. Тут, конечно, СВ, но по фарму... Пока у него проблемы. Усер, Лаф, Джоу Чанел. Подслушивает кто-то на столе. А, ну это Годхенд. Ясно все. Ворваться, а себе напомнить хоть как-то пытается. Кому он нужен? Согласен. Тут Соглы плюс-плюс, как говорится. Физераптор Арканчики себе купил. Почти есть уровень 10. Готовятся ребята нажать такое ощущение смоук. Есть два смоука целых. Уку-ку. Да, приходит Драгонайт. У Драгонайт уже должен быть Шедоу Блейд. Да, есть он. До Сильвера остается совсем-совсем немного. И вот он, смоук. Погнали. Погнали смотреть, что получится. Из этой атаки. Сжимаются барабаны. Снова Свен. Скоро придется ломать шмотки. С такими успехами, что по Слипу Слипа снова нет. Достанется, конечно. Сюда еще и Ланцер подходит. Кидает копье. Свена очень быстро забирают. Нага нажать сон не успевает. Просто потому, что ее застанил Драгонайт. Да, кстати, Шторм ворует, ставит его, но толк от этого ноль. Без кольца, кстати, Шторм, как вы понимаете, смысла особо не имеет. Минус три. Делают. Ну, хорошо. Очень, очень все круто пока получается. Свена. Четко играют. Свена уничтожает. К примеру, в Пейм пока в эту игру особо не вписалась. Да и Тимбер, честно говоря, тоже в этой игре особо не ощущается. Да, у нее 5-2-0. Он не выиграл Драгонайт, а он должен был просто уничтожить Драгонайта. А он этого не сделал. И, естественно, это приводит к тому, что проигрывается Лайн, проигрывается мидгейм сейчас. Восемнадцатая минута, тут уже хайграунд начинают пушить. На то-то. Потратили лассо, пытаются поймать Queen of Pain, но видели, видели, конечно же, куда там Queen of Pain блинкнулась. Она очень долго разворачивается. Знаешь, это ты, когда без напалма можешь, да, как-то резко блинкнуться, и то там будет более-менее заметно. А когда ты под напалмом еще разворачиваешься так медленно, то видно вектор, который ты выбрал для эскейпа, и, естественно, тебя в том направлении будут искать. Ну, что, в общем-то, и произошло. Хороший глимс от Дизраптора там за счет Firefly заметили Queen of Pain. Все было очень и очень просто. Драгонайт покупает себе SilverEdge. В какой-то степени это контрмеры к Тимберу предпринимают Тинси. Но надо понимать то, что SilverEdge не работает против Тимбера, если он уже настакал броню. Поэтому нападать надо резко. Резко и вероломно. Под Смоуком, может быть даже, или через Лассо. А пока бездействует Бумайди. С Вену еще нужно много фармить. Опять же, Блокенбар ему must have. Может быть, надо закончить сборку Сэнжен Яши, все-таки уже прикупить БКБ. Потом эту Яшу уже дополнить попозже. Особо Сэнж погоду не сделает. Ну, посмотрим. Тинси пока особо не двигается. Я думаю, сейчас Патрайдер потрегенится. И ребята должны идти в драку. С Сэн Кинга есть Spirit Vessel, есть три заряда. Ну вот, все. Контра на Тимбера готова. Тимбер пытается купить себе Vanguard еще, я смотрю. Ну да, да, надо. Надо побольше брони, побольше защиты. Потому что 1700 хп под Селерейджем, под Спирит Вesselом. Это вообще ничто. Это просто ноль. Драгонать Селерейдж. Ой, как близок там он был к успеху. Используется Смоук. Смоук моментально развеянный. Патрайдер прилетел. Ребята думают, что это Рошан. Заметили Свена. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедный Свенчик. Бедный, бедный, бедный Свен. Есть подкоп. Бедят Симса. Плохой очень фокус. Отвратительный. Я бы так же так сказал. Идет драгонать дальше. Получает телекинез. Тем не менее, Глимс назад. Пошел Слип. Пытается на ГУ идти. Спастись у свою команду. Пошли телепорты. Ну, так игру не выиграет. Понимаете? Чего проблема? Так игру не выиграть. Драки проигрываешь. Тратишь кнопки. Сейчас по факту ТНС могут отправиться в сторону Рошана. Они это и делают. И заберут его. Заберут его свободно. Траться нечем. Ну что, игра потихоньку начинает проигрываться. Команды Бумади им... Там на топе врыв на Нагу. Нагу умирает. Опицентра Санкинга. Плюс Глимс. Плюс Тандер Страйк. Что-то надо делать. Ну, пока непонятно. Похоже, что единственный вариант это ждать соперника на хайграунде. Надеяться, что к тому моменту Свен доделает БКБ. Он сейчас хочет Сенчин Дьяшу. Но мне кажется, что это лишь в мечтах. Что ему тут Сенчин Дьяшу... Он, конечно... Ему БКБ нужно очень срочно. Надеяться, что Тимбер, возможно, успеет купить себе... Я не знаю, он Вангуард, да, хочет? Так, у меня у тебя все норма с игрой. У меня просто какой-то тайм-аут. Ну, все, все. Да, да, у меня все в порядке. Это можно, значит, что-то подвизно. Лассо, врыв на Свена. Ну, все, я пошел шмотки ломал. Я это редкое дело. На полгода забанят, смотри. Ладно, ладно, это шутка. Не ломайте, уже не ломайте, да. Ну, Свен 0,7, 2. 0,7, 2. Ладно, потом, знаете, у него фраги бы стелили. Так у него и фрагов-то особо нет. Два убийства, там, помощь. Это, конечно, ничтожно мало. Тимбер. Тимбер. Брейк есть, но Тимбер... А, но Тимбер еще не настакал. Слушайте, да, там вообще регена нет, брони нет. Кстати, к шторм. Очень похоже на точку в этой игре. В этой игре Дизраптора пытается убить Свен, но он Дизраптора убить не может. Он не может убить Дизраптора. Он воюет так хорошо. Урона прям впритык. Лансер теряет свой Аегис. Тимс уходит в Сеншторм. Тимсу нужно отсюда бежать. Тимбер Чейн все-таки краешком попадает. Выходит Лансер после Аегиса. Пара ударов. Минус Тимбер. Минус. И Рубик это Рэмпэйдж. Для Рэйвена это ГГ. Как-то так. Как-то так получается. Эта карта завершается с победой командой Тимси. Очень уверенно. Очень красиво. Хотя начало. Вот самое прям начало. Бумайди вроде хорошо стояли. Там вот эта вот дабла даже как-то себя показывала. Но в один момент Свен стал погибать. Перестал фармить. В то время как Лансер стоял тоже на такой вот линии. Где его реально гнобили. Ему реально мешали. Но Рэйвен сыграл 9-0. А Свен сыграл 0-8. Вот как бы вот такая вот разница получается. У нас Свен здесь не смог прыгать. Мне понравился ласпик Батрайдера. Вот он реально Батрайдер здесь очень много решил. Батрайдер не давал раз за разом Свену выходить как-то в драку. Всегда его убивали именно через Батрайдера. Ну и конечно Дизраптор против Квин оф Пейн тоже пик очень приятный. Квин оф Пейн не может никуда уйти. Квин оф Пейн не может нажать просто блинк. Если Дизраптор начинает тебя фокусить Андерстрайком. Ну и вот к чему-то привело. Идеальный вариант через Спирит Весел Силю Рейдж. Быстрый Спирит Весел без Блинкдайгера на Сент-Кинге. Привел к тому, что Тимбер даже в драке особо регенеться не мог и погиб аж 4 раза. То, что Тимбер проиграл линию Драгонайта, это действительно достаточно странное событие. Это нонсенс, да. Так произошло. Ну что, будем ждать вторую карту? Да, уйдем пока. Надежда, что соберутся Бом Айди после такого сокрушительного поражения. Айди уже не привыкать. Напоминаю, что в предыдущем матче они тоже команде ФНАТИ проиграли первую игру очень быстро. Но зато потом две карты кряда показали совершенно другую доту. Уйдем на паузу и вернемся, как команды будут выбирать героев.